Музыка Спикеры, спикеров, их ответы на ваши вопросы. Ну а теперь слово я предоставляю Фаруку Маханову, заместителю председателя правления Локобанк. Очень интересная презентация у Фаруха будет. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Прежде всего хотел поблагодарить организатора форума за возможность поделиться опытом, обменяться опытом. Мы как Банк Локобанк именно в рынке платежей уже 2016 года мы именно стараемся развивать рынки платежей, рынок e-com. И сегодня хотели поделиться о том, какие именно мы успехи достигли платежей, итоги нашей цифровой трансформации в прошлом году, а также как мы помогаем бизнесу цифровизировать платежи и не только. И как наша цифровая экосистема банка помогает именно бизнесу цифровизовать его бизнес. Если говорить по итогам прошлого года, объем платежей, прошедших через Алокобанк, через банковские карты, это онлайн и офлайн, составило 50 триллионов сумм. Это чтобы представить, это наша доля на рынке, это 20%. Это значит, каждый пятый платеж в Узбекистане эквалился нашим банком. И в особенности это в онлайне. И для решения этих цифр у нас создано очень много сервисов. Я перечислил несколько из них. И одна из лидирующих это наше мобильное приложение Zoomrad. Он универсальное приложение, не только мобильный банк для банка. Как вы видите, 70% нашего приложения Zoomrad это клиенты не нашего банка. То есть клиенты других банков доверились нашему приложению, доверились его услугам за удобство и быстроту. Следующий фактор, который именно помог нам развивать платежи, это партнерство с платежными организациями. На сегодняшний день 50%. Каждая вторая платежная организация, наш партнер по развитию именно E-кома, развитию платежей. Мы представляем услуги от электронных денег до переводов, платежей, кэш-то-карт, кэш-аут и другие еще десятки сервисов готовой API. Следующий фактор, мы уже развиваем банковские сервисы в онлайне в нашем приложении. И по итогам прошлого года 88% депозитов в банке, они именно открыты онлайн. И до конца этого года мы планируем достичь эту цифру до 95%. Все эти платежи, перевод в сервисы и платежные методы, которые мы предоставили партнерам, нашим клиентам, они в итоге, наша цель – получить прибыль, доходы. И в прошлом году мы получили 1,2 триллиона сумм доходов, беспроцентных, из них это 40% за счет цифровых услуг Алуха-банка. У регулятора Узбекистана, Центробанка Узбекистана, именно в последние годы внедряются новые онлайн-сервисы, клиринги сервисы по развитию платежей, и это одна из них, это система быстрых платежей АНОР. И мы, как банк, мы его тоже предлагаем нашим клиентам, партнерам, как сервис, и по итогам прошлого года из 23 миллионов количества транзакций, 15% именно прошло через Алуха-банк, через наши сервисы. Также есть клиринговая система расчетов ЦБУ, это называется по-другому Мунис, это для приема платежей в бюджет. Тут уже цифры большие, больше 56% платежей через Мунис именно прошло через Алуха-банк, которые мы предоставили нашим клиентам и партнерам. Ну и чуть-чуть похвастаться по итогам цифровой трансформации. В прошлом году международный консалтинг-компания PwCN Strategy признала банк как цифровой новатор по оценкам именно цифровой зрелости. Это наряду с другими цифровыми банками. Также сейчас, на сегодняшний день, количество услуг предоставили нашу цифровую подциферизацию бизнеса, это больше 30, уже на сегодняшний день их уже 35. И количество пользователей этих цифровых сервисов на сегодняшний день уже больше 500 тысяч. Это уже огромная часть нашего бизнеса в Узбекистане. И для построения всего этого для организации есть потребность в IT-ресурсах. И если в прошлом году количество IT-сотрудников от всего нашего коллектива составляло 7%, поэтому до 2013 года уже это 15%. И мы знаем, что это все будет постоянно расти. И по итогам этого года наверняка это будет уже 20%. Немного слова про Азумрад. Это наше платежное приложение. Как в прошлой сессии показывали платежные системы Homo, мы входим в топ-3 по платежам. И сегодня на сегодняшний день больше уже 300 популярных оплат в приложении, которые уже загенерили больше 24 миллионов транзакций за 5 месяцев этого года. Также у нас есть возможность принимать платежи за больше 60 платежных бюджетных организаций, и количество таких транзакций превысило 490 тысяч. И как коллеги из визы сейчас отметили, сейчас популярно именно получение микрозаймов онлайн. Мы с этого года вообще отключили получение микрозаймов оффлайне, можно только онлайн через положенный Азумрад. И вот с марта месяца мы перезапустили этот продукт, и за 3 месяца сейчас у нас 150 миллиардов остаток данных микрозаймов, и больше 20 тысяч клиентов воспользуются этой онлайн микрозаймом. Что удобно еще в приложении, переводы. У нас больше 600 тысяч клиентов активно пользуются нашим переводом, и за последние 5 месяцев количество таких переводов превысило 16 миллионов. Это только количество. Мы развиваем именно разные сервисы в приложении. В прошлом году мы запустили мой дом, мой автомобиль. Мой автомобиль предлагает нашим клиентам уведомляться о штрафах, автоматически их платить, также следить за страховкой, оформлять страховку. Также именно сейчас мы на днях запустим сервис именно оформление тонировки для автомобиля. В сервисе мой дом наши клиенты могут подписаться на сервис, где они получают уведомление о том, что у них на балансе уменьшилась сумма, чтобы они смогли оплатить, настроить автоплатежи. И сейчас сумма транзакций по сервису мой дом за 5 месяцев составила больше 67-3 миллиарда. И количество пользователей нашего приложения ZoomRat уже превысило 2,5 миллиона. И по итогам года мы ожидаем цифру 5 миллионов с текущим ростом. Расскажу немного кейсов, которые мы помогли бизнесу цифровизировать их бизнес, их платежный процесс. Кликер перестал работать. Можно сменить слайд? Пока там меняется, мы совместно с системой Яукцион запустили именно полностью автоматизацию платежей. И сейчас 100% в данной системе, которая позволяет в онлайне покупать имущество, госимущества, за 5 месяцев уже 500 тысяч транзакций без участия человеческих ресурсов все автоматизировано было выплачено. Также совместно с бюро принадлежа на исполнение мы запустили проект автоматизации выплат алиментов. Раньше, чтобы выплатить алиментщику, это занимало в среднем 10 дней. С помощью нашей системы интеграции, автоматизации сейчас данная процедура занимает только 5 минут. Это в среднем. И также для бюро принадлежа на исполнение мы сделали систему автосписания. Раньше, чтобы люди ходили, взимали от населения по задолженности, по бюджету, и это операционные расходы. Через наш сервис уже в этом году уже порядке 100 миллиард сумм автосписали с данной задолженности граждан. Это позволило автоматически закрыть 216 исполнительных дел. Это тысячи людей уже не ходят по домам, а система позволяет все это автоматизировать. Также мы совместно с Министерством высшего образования запустили проект студенцевой карты. Многие из вас, наверное, это слышали. Мы его анонсировали в прошлом году. Запустили пилот в двух университетах. Сейчас уже три университета подключились к данному пилоту. Мы уже выпустили более 300 тысяч карт совместно с ВИЗа, совместно с АТТО. И данная уникальная карта позволяет студенту использовать его как удостоверяющий документ, использовать его как транспортную карту, использовать его как библиотечную карту, а также карта предоставляет ему разные системы лояльности и льготы. В этом году мы планируем уже с партнерством и другими платежными системами запустить эти карты во всех вузах Узбекистана. Также для Минвуза мы вместе с ними запустили биллинг. Раньше, как вы знаете, чтобы оплатить контракт, нужно было прийти в банк, заполнить квитанцию, потом эту квитанцию отнести в вуз, маркетинг показать. До этого вам никакого приказа, отметки, что вы оплатили, не было. С помощью данного биллинга сейчас можно не только приложение ZoomRat, мы еще поделились с другими оплатированными организациями. Можно в онлайне, чем вводом только PINFL, узнать вашу задолженность и оплатить онлайн за 3 секунды. И за этот год уже было в транзакции на сумму 3,6 триллиона в количестве 1,5 миллиона штук. Также для паломничества мы сделали для управления мусульман биллинг хадж-умра. Теперь возможность оплаты для за хадж-умра можно 100% онлайн. И мы создали именно базу таких паломников. Также для таможенного комитета вместе с ними мы интегрировались с e-tranzit. Для автоматизации этого процесса мы расщепляем их платежи. Это позволяет им сократить операционные расходы. За 5 месяцев такие транзакции вы провисли 740 тысяч. Это всего лишь несколько кейсов, связанных с платежами. Наша именно цифровая экосистема банка позволяет не только цифровизировать платежи, но и другие направления. Это и страхование, это и логистики, это образование, инвестиции и искусственный интеллект. Чтобы создать такую экосистему, мы пошли по пути партнерства с стартапами. То есть с помощью нашего венчурного фонда мы инвестируем в перспективные стартапы по направлению экосистемы банка. И мы интегрируем их сервисы в банк, а также наши сервисы мы предоставляем через их каналы. Это позволяет нам оказывать нашим клиентам не только банковские услуги и другие сервисы. И увеличивает наше количество клиентов. За 3 года мы уже инвестировали в порядке 3 миллионов долларов больше 25 стартапов. Уже больше 6 из них уже бесшовная интеграция в наше приложение. Другие уже через API интегрируются в нашу экосистему. Мы являемся лидером в венчурном капитале на рынке с 3 миллионов долларов. Есть и другие участники. Хотелось бы сделать анонс. Завтра в 16 часов наши коллеги за Local Ventures поделятся опытом Local Ventures, как они все это достигли и какие именно перспективы развития венчурного капитала в Узбекистане. С помощью этих стартапов мы в банке создали именно цифровую экосистему, которая помогает бизнесу развивать свой, цифровизировать свой бизнес. Тут я бы хотел отметить, 4 года назад я на логическом форуме показывал эту картинку. Мы хотим построить цифровую экосистему банка и тогда была только картинка посередине, направление. Это уже гордость. Мы за 4 года уже сделали больше 35 сервисов, именно партнеров, стартапов, которые помогают нашим клиентам, нашим партнерам оказывают разные сервисы и цифровизировать их бизнес. Это направление технологии AI. Здесь мы уже в третий год уже внедрили биометрическую идентификацию в Face ID. Также Zip AI, который позволяет нам, искусственному интеллекту, делать автоматизированный скоринг, что сокращает время принятия решения. также есть кредо лояль. Мы сейчас наши камеры используем для видеоаналитики и мы автоматизированно анализируем клиентов, кто приходил, когда приходил, сколько его обслуживали, сколько проставил наш оператор, когда он приходил. То есть мы отказались от системы SCUD, никаких устройств карт. Мы именно по камере именно процесс HR тоже автоматизировали. Также по мобильности, ну все, наверное, пользовались самокатом Yota, мы тоже их пофинансировали. Есть именно проток, мы за зеленую энергию, именно чарджеры. По образованию у нас партнеры MoherDev в Бельгии, они помогают именно обучать нашу молодежь по направлению IT. Также по финансам это я отметил ZoomRat и перспективный проект Jet, он уже интегрирован в нашу систему, это который позволяет нашим клиентам покупать акции на нашем локальном фондовом бирже. Также направление Ego, мы развиваем государственные услуги в нашем приложении, уже 16 услуг внедрено в приложение, мы в этом году его увеличиваем, на днях выйдет сервис оформления тонировки на автомобиль. Также по развитию Ecom покупки, это у нас есть партнер Sello Marketplace, мы сейчас интегрируем туда наши банковские сервисы от кредита до рассрочек виртуальных карт. И по бизнесу у нас есть готовые решения для бизнеса, для документа оборота, для автоматизации бухучета, для автоматизации продаж, это Bills, также автоматизируется доставку. И по работе у нас именно сервисы Moherlar, это платформа, которая помогает фрилансерам находить работу, компаниям или гражданам заказывать какие-то сервисы, услуги. Это на сегодня только сервисы, мы будем развивать и направления, и по данным направлениям сейчас сервисы. И надеюсь, уже в следующем году, когда я, если буду презентовать нашу цифровую экосистему, количество таких сервисов партнеров будет вдвое больше. Спасибо большое. У меня все. Спасибо.